Какую цель вы передали этот акт Ширикулеву? Я не соглашусь, что я ему дал именно для того, чтобы представил суд. Во-первых, он у меня был суд, а я должен был непосредственно ректору его предоставить, а не для суда. Я ему дал ознакомиться, что он посмотрел, не ошибся ли я в каких-то моментах, поскольку он специалист все-таки технический, а я не являюсь техническим по профилю самообразования. А вот каким образом оказался в суде, я не готов. Ну, это так подписано вами? Он подписан и предназначался непосредственно ректору. А зачем он представлялся с Рифурингом? Чтобы он посмотрел, нет ли ошибок. То есть я должен был, прежде чем отдать ректору, он должен посмотреть. Правильно я зафиксировал все характеристики, параметры, названия. Кажется, а вы знаете, проверка на основании чего проводилась? На основании распоряжения ректора. А в связи с чем эта проверка была? Какой сигнал к этому был? Не могу знать. Вы часто такие проверки проводите? Ну, вообще за свою практику, да, было такое, часто. Если у вас подобное актирование, подобное проверка, можете представить суд подобные акты? Вызывая проверка. Они где-то находятся в распоряжении руководства, наверное. Но вы составляли подобные акты? Я был участником таких. То есть я отвечал за какие-то вопросы поставленные. Председателем не был. Скажите, а кто по распоряжению входил в эту выездную проверку? Кто имел право проверять? По поводу выездной там не было. Там было распоряжение провести проверку в соответствии оборудования по контракту. А для чего это нужно было сделать? По заданию ректора. Ну, понятно, прошло два года с тех пор, как вы оборудование поставили. Претензий же не было, я так понял? Не могу знать. Кто с вами еще в комиссии был? В комиссию должна была входить и входила начальник материального отдела. Это необходимо было в связи с тем, что в МАТ-отделе имеются документы на поставку оборудования. Подписи, наверное, было бы выявить МАТ-ответственных, кто принимал оборудование. Перечень, который оборудование поставили. В выездной проверке она участия не принимала, необходимости в этом не было. Это кто? Маврина. Маврина? Начальник материального отдела. Бухгалтерия. А кто выезжал непосредственно на кафе? Непосредственно выезжал я. Еще кто выезжал? Я привлек специалиста, который разбирается в оборудовании, который во время существования нашего... Как это называется? При выполнении программы, когда у нас было бюджетное финансирование нашего исследовательского университета, у нас сформированы ПНР. Как вот он отвечал за закупку и подборку по характеристикам оборудования для ПНР. Это Шерифулин. Это Шерифулин. Шерифулин, например, это... А скажите, он в распоряжении-то он был, нет вообще? В распоряжении нет. А как он тогда был привлечен? Он был привлечен лично, как специалист, который... Как подчиненный, что ли? А? Как подчиненный, что ли? Я его привлек как специалист, чтобы он мне мог подсказать, правильно ли я понимаю оборудование, правильно ли я могу идентифицировать. Ну, вчера вот у нас показал, что он непосредственно осмотром, он производил оборудование, по вашему указанию, как подчиненный. Я так говорю. Не могу сказать. Не как член комиссии. Не как член комиссии, как подчиненный он говорил. И как подчиненный... Он не может не быть подчиненным. Он не находится в подчинении. А в чем он находится? У меня была просьба, чтобы он мне помог идентифицировать оборудование. То есть я получил перечень, я его попросил поехать со мной, чтобы он мне помог определить, какое название в таком оборудовании. Потому что я не разбираюсь, что там дачиллер, какой-то там компрессор. Нет, а почему именно... Нет, а зачем вы едете тогда, если вы не разбираетесь? У меня было распоряжение ректора провести проверку. А руководителем этого распоряжения кто был? Ректор. Ответственность на кого была возможна? Вы исполнитель. Да, контроль был за Аляевом. За Аляевом. Аляев вам давал какие-то распоряжения? Нет. А почему вы тогда не согласовали с ним? Я согласовал свои действия полностью с ректором. Нет, но контроль исполнения за Аляева. Контроль за Аляевом. А почему другого специалиста не привыкли? У меня другого просто не было вариантов. Потому что данный человек по этим кафедрам знает оборудование. Тот ПНР, которым он работал, как раз входило кафедра, в том числе и физики. То есть вы его привыкли, как работник из кафедры специализированной? Ну, наверное, в свое время. К ПНР у нас, наверное, не бывает в показаниях. В данном случае я его привлекал. Как специалист, который знает специфику кафедры? Хорошо, приехали на кафедры. Какой это было? Во сколько? Это было 23-й, как только вышло распоряжение. 23-й. Вы вдвоем приехали на кафедры? Мы приехали вдвоем. Кто там был на кафедре? Какой допуск там, какой порядок допуска на кафедры? А видовой кафедры не закрыты? То есть никаких там дополнительных допусков не надо? Не является ни режимом, ни какого? Нет, ни режима. Что вы там делали вообще? Я встретился непосредственно с заведующим лабораторией по кафедре. Кто это? Вот по кафедре, не по конкретной лаборатории, которая создана. Я сейчас... Кто там, Нефедев, Назмеев? Нет, Нефедев, это заведующий кафедр. Назмеев это заведующий лабораторией непосредственно вот этой просвечившей микроскопии. То есть непосредственно ответственность несет он за эту лабораторию. На момент приезда его не было. Насколько мне дали информацию, он совместитель, поэтому он приезжает только когда необходимо. Что вы там делали? Сколько вы находились на кафедре? По времени я не достигал по времени. То есть я сначала узнал всю информацию, то есть о том, кто что владеет, то есть кто принимал, какие лица принимали участие вообще в приеме оборудования. И заведующий лабораторией кафедры попросил показать, где находится оборудование, чтобы произвести идентификацию, чтобы можно было сфотографировать и само оборудование, и непосредственно какие-то ярлычки, если они существуют там, для восстановления, то есть для выполнения той задачи, которую поставил ректор. А ректор какую задачу поставил? Провести в соответствии с требованиям контракта и наличие оборудования. А для чего это нужно было спустя два года? Не могу знать. А вы с Абдольным общались по этому поводу? Нет. Ни разу? Зачем? Мне если задание дает ректор, я с кем должен обсуждать? Мне ректор сказал, лично мне потом и представишь шаг. Поэтому, если он бы сказал, что необходимо с Аляевым согласовать, он мне это лично сказал. Вы когда оборудование осматривали, вот эти выводы, кто печатал в акте потом? Выводы, да, я печатал. А Шерифулин тогда зачем нужен был? Шерифулин должен был мне идентифицировать. Вот это в списке поставленного оборудования, это и есть в наличии, стоит в комнате. А у Шерифулина какое вообще звание научное есть? Наверное, есть. Насколько я знаю, он профессор. Значит, наверное, доктор наук должен быть. Какой кафедр? Нет, надо в кадрах сейчас узнать, я никуда-то встретился. Ну как вы не знаете, специально, вы привлекаете человека и не знаете, кто он. В момент существования программы, когда мы... Вы сколько вообще с Шерифулин знакомы? Точно, да, могу сказать, с какого момента. Просто видели... Вы с какого года в институте работаете? Я работаю тут лично. А Шерифулин с какого года работаете? Не знаю. В коридорах мы виделись где-то на каких-то мероприятиях, когда именно мы познакомились с конкретной датой. Не знаю, год, два, три... Может быть, пять, шесть, пять, шесть. То есть не год, больше, конечно. Вы его первый раз привлекали, да? Да. А выводы вот эти в акции... Вы акты сейчас помните, да? У нас есть вот в суде-то? Ну мне, если есть, вот здесь, вот я посмотрю, что на это. Вот в суде. Вот выводы в конце почитайте. Там написано. Такой самый последний или промежуточный? Вывод окончательный. Вывод поставщика кофармы обязательства по государственному контракту от 8-го, 12-го, 13-го за номер 13 дробь 2000 выводов выполнил, не в полном объеме, не обеспечив маркировку в соответствии с требованиями. Ну вот, для чего у тебя этот вывод сделан был? Это заключение, которое мне напросилось. Оборудование поставлено, об этом я констатирую, тоже в предварительных выводах. Нет, ну здесь вот, вы говорите, у вас образование экономическое, вы здесь правовое фактически вывод делаете. То есть это к правовым обстоятельствам относится этот вывод, в принципе. Это же не ваша задача, наверное, делать такую вывод. Директор поставил задачу? Нет, вам поставил задачу смотреть. А выводы делать юридические вы вправе? Нет вообще по своим обязанностям? Почему это юридически считается? А как нет-то? Это фактически не в полном объеме. Я посмотрел госконтракт. А в чем заключается невыполнение твоего контракта? В госконтракте там что-то написано, там есть предварительных выводов. Что, точнее, в тексте написано, что все оборудование поставления должно быть маркировано в соответствии с требованиями. Оборудование было принято, вот как у нас здесь свидетели показали, да, никто претензий не имел, в том числе и завтрафедры, и нефедев. То есть никто на нем работал. В чем? В чем нарушение? Нарушение не соответствия маркировки и отсутствие маркировки на отдельных... Что, не так работает, что ли, эта оборудование? Я не предъявляю претензий, мне не было задачи проверить, соответствия маркировка есть ли... Мы не можем понять цель вот этого акта, для чего вы это делали вообще? Проверить соответствие и... Вы все так оборудование проверяете? Какие все? Я только в одном участвовал. Нет, вот у вас много же оборудования в институте. Наверное. Вы по каждому так ездите, теперь проверяете? Я не ездил по каждому. Акты составляли еще по другим оборудованиям, нет? Еще раз, я только участвовал вот в этом. До этого у меня как бы касалось других мероприятий, не связанных с оборудованием. Что, Рефоль, никто вам рекомендовал, говорите? Никто не рекомендовал. Откуда он взялся? Я же вам отвечал минут пять назад. А вот он в том, что я не был в отношении к институту. Он являлся сотрудником в свое время. Являлся? Который отвечал за закупку оборудования по ПНР-4, в который входило в том числе и к интерфизике. Я уже говорил. Он являлся сотрудником или является? Значит, на текущий момент я не могу сказать. Это нужно брать справку из кадров. Как вы, не зная, что сотрудник работает или не работает, привлекаете? Я привлекал его как специалист, который разбирается в оборудовании. Но со стороны-то вы имеете право привлекать, нет? Здесь ограничений ректором не было. Ну, при чем тут ректор? Здесь контроль исполнения за Аляевым был. Вы распоряжение-то видели сами? Да. Ну, что там написано? Что, пункт видел последний? Пункт вам не верит? Ваш честь, вот, читаю распоряжение, да, я его приобщу, она без подписи, но, как его, его могут по факту выслать от 20 ноября, номер 268. В целях установления факта исполнения обязательств по госконтракту необходимо создать комиссию в составе председателя комиссии Киселев, начальника ЦКВ, член комиссии начальника ОМ Маврина. Шерифулина здесь нет. Комиссию провести проверку соответствующего закупка на оборудование. Вы видели, да, это распоряжение? Да, конечно. Я только, соответственно, сниму, приступить к выполнению. Контроль за исполнением возложить на Аляева. Почему тогда вы Шерифулина-то привлекли? Без согласования с ректором и без согласования с Аляевым? С ректором устный разговор был. Я сказал, что мне необходим быть специалист, который... И что он вам сказал, привлечь Шерифулина? Он сказал, если ты найдешь такого специалиста, привлекай. А откуда привлекать-то? Ну, как вы... Нет, тут оборудование, оборудование, дорогой, вы привлекаете человека со стороны. Работу оборудования никто не вмешивался, только импетировать нужно было. Вот у нас вчера Шерифулина-то пояснил, что он как подчиненный, ведь поехал проверять. Вот в чем дело-то. Как у вас подчиненный... У нас, в вашей честь, справка, да, получена. Значит, от 7 декабря 2015 года, я ее приобщу, значит, ставить справку до нашей реформы Фариду Советовичу в том, что он работал в ФДБУ к НИИТУ в должности главного научного сотрудника кафедры ПНТВМ с 1.03.2015 по 30.01.2015. Приказ о зачислении от 2 апреля 2015 номер 1261-Л и приказ об увольнении от 14 сентября 2015 года номер 3837-Л. Начальник управления организационного кадрового обеспечения Башкирцева. Вот, прошу приобщить. Что вы можете пояснить, как вы привлекли бывшего сотрудника? Как специалистов, которые разбираются в оборудовании. Ну, вам же руководит мне не получалось, чтобы Шерифуна привлекали. Он-то вчера выяснил, что он является вашим подчиненным, поэтому поехал с вами вместе проверять. Ну, вы даже теперь сами видите, исходя из справки, что он не является моим подчиненным. Он в отношении к ЦКВ не имеет. Ну, вопрос по Шерифулину мой другой поставим. Ваша честь, пока вопросов нет? Вопрос к Шерифулину, возможно, возник. Не только вопрос, вы его показали вчера что-то. У меня такой вопрос. А как вы нашел? Он сейчас не работает, да? Раньше? Ну, я же не могу знать внешне. Ну, как его? Он где в институте находился или как? Вы ему позвонили? Я ему позвонил. Позвонил, попросили. Да, я попросил, можешь ли мне помочь в вопросе, вот идентификация. Поскольку в свое время занимался этим вопросом. Я говорю, да, не проблема. А в один раз кто ездит на кафе? Дважды. Дважды? И он второй раз тоже. Да, я второй раз брал, потому что мне нужно было кое-что дофотографировать. И были еще выяснены в некоторых моментах. То есть документации, которые нам дали. А чем вы сами дофотографировать не могли? Он обязательно должен был. А чем, я не для фотографий выбрала? Вы же сами сказали, что это фотографировать. Я для себя поехал, чтобы мне нужно было перефотографировать. Потому что не все получилось, были смазаны некоторые моменты. Потому что не профессиональный телефон, а телефонный, не фотоаппаратный. А его взял, потому что были нюансы. Документация, которую я до этого получил в первую поездку, там указывала, что существовал какой-то сертификат. А в первую поездку, когда вы с ним поехали, 23 числа, вы что делали? Я разговаривал с сотрудниками, которые имели какое-либо отношение. То есть, во-первых, к заведующей лаборатории. У него выяснилось, что существует отдельная заведующая лаборатория, созданная для этой, за которой закреплено это оборудование. Разговаривал с заведующей кафедрой, показал им распоряжение, что ректор дал распоряжение проверить на соответствие. У них вопрос не возникал, почему-то тысячи и двух лет, и в рейтинге проверки. Скажу, у тебя на кафедре по НТВМ есть еще специалист, кроме Шерифулин? Сейчас настоящий, вернее. Или кафедра не работает? Вы вообще знаете, что у них стоит здесь твориться? Я знаю только предел своих должностных обязанностей. Предел. У человека с другой кафедрой привлекается, с бывшей, да? И не знаете, и знаете, только сейчас говорит, что узкий круг у вас в этой деятельности. У меня есть должность, наверное. Есть вообще на кафедре такие же специалисты, как Шерифулин? Не могу знать. Сотрудники еще на сайте. Ракад Шакадж, можно вам вопрос задать? На кафедре есть подробные специалисты по НТВМ, где работал Шерифулин? Мне тоже сложно ответить здесь, если находится заведующий кафедрой. Ну, мы его не допрашивали пока. Раз есть кафедра, значит, есть специалисты, это уж однозначно, как иначе? Нет, странно, потому что сотрудник привлекает к уволенному сотруднику, то есть действующие сотрудники, если кафедра существует, действующих никого не привлекает. Я же ему сказал, почему он был мотивирован, что он отвечал за оборудование, разбирался в оборудовании. Так у вас больше нет таких специалистов, что ли? Он в данном направлении был единственным. И сейчас нет такого специалиста. Вы знаете, дальше, кто теперь отвечает? На момент того, как он разбирался, он тогда же работал. Ну, вот Шерифулин, получается, солгал вчера, что ли? Я не знаю показания, которые сейчас мы можем. Прошу снять вопрос, потому что он не может давать оценку. Он сказал, что он подчиненный ваш. Ваша честь. Прошу снять вопросы по показаниям Шерифулина. Он не облашаетесь, что это показания Шерифулина? Да, он же дает вопрос об оценке показаний Шерифулина. Он не говорит, что это об оценке. Шерифулина, это отдельный вопрос будет. Не вопрос, а он будет. Вы указания давали, что Шерифулина, чтобы он взял лак, приехал вчера в качестве деятельства и представил его в сутки. Я ему дал лак в кабинете, чтобы он посмотрел. В каком кабинете? В своем рабочем. Когда? В окорпусе утром. Именно перед допросом в качестве деятельства. Я не знал, он допросом или нет. Мне нужно было после ученого совета к ректору идти с этим документом. Так ректор с тех пор еще это так не видел, вы его 23 ноября же составили? Я составил он 23, но ректор был в командировках, у него совещание. Он сказал, что после ученого совета я с тобой могу встретиться. В итоге мне пришлось там встречаться, потому что он меня унес. Я искал, ну, по-первых, на столе документ. А у вас так все специалисты со стороны могут вместе сходить, что ли, документы? Зачем? Я ему лично дал руки в кабинете, чтобы он прочитал. Меня дальше вызвали по рабочим моментам. Я из кабинета вышел. После, когда я вернулся, документ у себя на столе не нашел. Его нет? Нет. А зачем вам вчера утром будут у вас в кабинете? Потому что я должен был идти к ректору, окончательно докладываться. Я просил проверить, что нет ошибок, неудобно получится. Что я руководителю отдам с какими-то ошибками опечатать. А вы же говорите, что сами составляли акт. Конечно. Ну, а зачем вы перепроверяете? Чтобы он проверил, соответствие правильно я написал. Не ошибся ли я в названиях. Все это человек специалист. Я, прежде чем отдать руководству окончательный вариант, я должен в еще раз проверить. Вы же ответственные были. Да. А вы по документации не можете сравнить, что ли? Соответствие обороны. Сами, говорят, сделали фотографии. Да. Документацию смотрели. Я его привлекал, чтобы он мне помогал инфицировать. Я просил его еще раз в конце проверить. Я всегда так делаю. Прежде чем отдать окончательный вариант в свою работу, я еще раз прохожусь со всеми, с кем-то советовался или кого-то привлекал, я с ними. Потом еще раз проверю. Правильно сделано, правильно все составлено. То есть вы из наличия сами ни один документ составить не можете? У вас надо, все, кто за вас что-то сделал, чтобы все перепроверили, да? Если кто-то за какой-то момент мне помогал или отвечал, конечно. Так он ни за что не отвечал по распоряжению? По распоряжению он не отвечал. После того, как вы обнаружили, что у вас пропал акт, вы ему позвонили или нет? Спросили, где акт, куда он делал. Я потом изводил, во второй половине дня. А так он? Да. Я спросил документ, который у меня был, я его в суде оставил. Но у меня какие вопросы еще могут быть? А у вас не валика вам в суд ехать, а как забирать обратно? Я, насколько знаю, и суда забрать просто так невозможно. А вам, ректор, какой документ же надо отчитаться, чтобы вы провели работу? Опять, через фонд пресса приглашает акт, я отъехал. Вопросы можно задать? Как вы поясните-то? Ректор, какой документ сейчас передали? Я еще не передал, потому что я спланировал вчера распечатать. Как вы передадите сейчас акт в суде? Значит, я вынужден буду второй экземпляр теперь делать. Сами? Ну, а куда деваться-то? У вас компьютер, он есть, да? Компьютеры есть. Нет пока, в принципе. Продолжение следует...